Что дает эта осмысленность, коллеги? Наши ученики перестают делать абсурдные ошибки или они их делают гораздо меньше, потому что когда заучиваются механически, понимание не формируется, то из-за этого потом возникают, ну, я не скажу глупые ошибки, это абсурдные ошибки, то есть это ошибки, которые говорят о том, что ученик просто-напросто не понял абсолютно содержания этой темы. И это для нас тоже такая хорошая обратная связь. Вот организовывая работу вот таким образом, ученики этих абсурдных ошибок совершают гораздо меньше. И затем их темп работы тоже постепенно ускоряется, потому что они просто научатся работать. Слушайте, я сегодня ввела, когда лекцию, разговаривала со студентами, у меня были проблемы с тем, чтобы говорить на эстонском языке. Я, видимо, не проснулась совсем, и я с ними вот так же делала паузу, формулировала про себя слово, говорила это предложение им. Мы смеялись, что я не могла найти какое-то правильное слово, я сказала, что ну ладно, что-то у меня сегодня с эстонским никак не получается. Сейчас я разговариваю с вами, вроде бы на родном языке, но, по-моему, у меня сегодня и с русским тоже не особо получается. Оригами на уроках математики пишет Лариса, да? И пазлы на уроках математики, и оригами на уроках математики, и конструктор лего на уроках математики, и кубики, все что угодно. Итак, выполняя такие задания, не получится остаться невовлеченным. Кстати, Кристина, это совершенно верное замечание, вы написали, совершенно верный комментарий, не замечание, комментарий. Действительно, вовлекаются даже те ученики в такие задания, которые у нас считаются детишками, которые выпадают из учебного процесса. То есть они отстают, у них нет мотивации, им не интересен этот предмет, это физика, им, знаете, вот, вот, не трогайте меня, пожалуйста, и я вас не буду трогать, и не мешайте мне, пожалуйста. А есть же еще такие детишки, которые и не хочу, и не интересно, но и мешать вам буду, такие тоже есть. И вот, вы знаете, практика показывает, что срабатывает такого рода организованная работа одинаково как на пассивных учеников, так и на чересчур активных учеников. Они вовлекаются и те, и те в эту работу. Я, например, приведу пример, который сегодня тоже своим студентам приводила. Юрина магистрантка шла на практику проводить свой первый урок математики в шестом классе. И перед этим она, конечно же, побывала на уроке учителя, который работал в этом классе. И Юрий был тоже вместе с ней на этом уроке, и он сказал, что по студентке я видел, как у нее от лица отхлынивает просто кровь, она белеет на глазах, потому что класс такой шумный, такой активный. Учитель все, что у доски говорит или решает, они не слушают. И если учитель повернется, сделает им замечание, они притихают на какое-то время, но пока ты смелым поворачиваешься назад к доске, они за это время успевают достигнуть ровно того же самого, что и было. То есть им невозможно было совершенно преподавать урок, невозможно было обучать в таком традиционном классе. И когда эта магистрантка поняла, что завтра это ждет ее, она будет также стоять у доски и разговаривать сама с собой, то, конечно же, ей стало дурно немножко. И вот Юрий уже поздно вечером с ней, работая онлайн, разработал рабочий лист, который содержал инструкции, рабочий лист по теме перевернутое число, обратное число, обратное число. Они забавно сделали там с обезьянками, с перевернутыми. Моим магистрантам сегодня этот рабочий лист очень понравился. Такой рабочий лист, чтобы дать его ученикам сразу же в начале урока, даже не объясняя, какая тема, и числом на доске не писать. Дать его ученикам, чтобы они работали в парах весь урок, и чтобы потом в конце они вот это вот сформулировали для себя это понятие обратного числа и смогли объяснить, в чем его смысл и в чем его задача. Вот такой учебный материал они создали. В классе Юрий потом был и на этом уроке. Он сказал, что в классе было так же шумно, потому что они просто активны, они не могут вообще спокойно сидеть, им нужно говорить. Но, по крайней мере, цель учебная была достигнута. Они работали. Она ходила, перемещаясь от парты к парту, потому что ученики работали в партах, стояли в рядочке все эти парты, так достаточно традиционно. Она ходила от парты к парту и проверяла, давала обратную связь, направляла, где-то корректировала. Смотрела те, кто быстрее, может быть, им какое-то дополнительное задание дать и так далее. Уже направляла работу ребят, поддерживала их самостоятельную работу и направляла их работу. Вот так, коллеги. Вот таким вот образом срабатывает. И ровно так же обратную связь дают и те учителя, у которых класс, например, очень пассивный. И это срабатывало даже в высших учебных заведениях. То есть туда, в тех заведениях, куда приходят все-таки уже мотивированные, целенаправленно приходят туда студенты, учиться, но даже там наблюдается пассивность. Их вообще не раскрутить. Они просто сидят, открывают свой компьютер, садятся в Facebook и не мешают преподавателю читать свою лекцию никаким образом. Вот там так лекции происходят. И, например, вот эти преподаватели, они очень скептически относились к такому учебному материалу и говорили, что ну, вряд ли это. Ну, может быть, все-таки в школе дети поактивнее, у нас люди взрослые, ну, вряд ли на них это сработает. Они очень пассивные. И потом эти же педагоги возвращались с горящими глазами и говорили, что это что-то невероятное. Я такого не видела. Это самая активная лекция, которая у меня была за последние полгода. Так что вовлекаются, вот совершенно верно Кристина сказала, вовлекаются, даже если не хотят. Против желания. Так, сейчас, коллеги, посмотрю. Так, можно поинтересоваться, сертификат обучения можно получить. Вот, коллеги, значит, относительно сертификата обучения, давайте-то я скажу, иначе я потом забуду. Я сразу сейчас отвечу на этот вопрос. У меня есть там несколько тарифов обучения. Вот самый первый из них, самоучитель, это когда вы работаете сами в своем темпе, без обратной связи. Если только вопросы есть, на вопросы, конечно же, я там в комментариях в учебной среде отвечаю. Но вы его проходите сами. Поэтому вот только на этом тарифе я не даю сертификат. На других, поддержка и продвижение, там я сертификат предоставляю, именно потому, что я сама даю обратную связь. Я вижу все ваши учебные материалы, и сертификат не даю до тех пор, пока действительно все шаги не пройдены, и не дала обратную связь, и не услышала эту обратную связь от учителя. Потому что для меня самое главное здесь – это тот результат, который вы достигаете. Мне это очень важно. Я вообще с удовольствием потом читаю отчеты учителей. Так, ага, Виктория пишет. У меня сейчас такой же второй класс, поэтому сразу же рабочий лист, чтобы не опомнились. Замечательно, Виктория сейчас просто прошла уже, подходит к концу у нас курс по перевернутому классу, и Виктория сразу с перевернутого класса перепрыгивает в секрет рабочего листа. Вам сейчас, пока они тепленькие, это вообще, Виктория, самое то. Как оценивать работу в группах? Вот, друзья, смотрите, вот сам учебный процесс, сам учебный процесс, и вот, например, тот процесс учебной работы, который мы организуем по тому же самому учебному материалу, который я называю вот этим вот рабочим листом, друзья, сам этот учебный процесс мы не оцениваем. Вот тут, смотрите, тут нужно понимать, если в ходе этого учебного процесса они у нас учатся, они у нас узнают что-то новое, они для себя открывают, они осмысляют что-то, это берет время, это не один урок, на это может два урока уйти, три, вот так постепенно, постепенно. Они у нас работают с нашими учебными материалами. Это процесс познания. Мы не оценим, мы не можем оценить, как он сегодня двигается. Он, может быть, сегодня вообще ничего не понял, а завтра уже, опа, и все, у него уже сработало. Вот эти новые материалы, новая деятельность, все, он уже понял. Поэтому, если цель, работая в группах, для себя, чтобы открыть, понять, узнать, то вот такая работа, она не оценивается, она поддерживается различными инструментами, как цифровыми, так и нецифровыми. Поддерживается и направляется для того, чтобы наши ученики не вывели и не открыли для себя что-то искренне ложное, для того, чтобы они у нас просто не ушли ни по той дороге. Мы все-таки педагоги, мы этим процессом руководим, направляем, даже не руководим, давайте направляем, это будет лучше, для того, чтобы видеть, как наши ученики работают, справляется какой темп, и в нужный момент подхватить, помочь, направить. Где-то усилить, где-то поддержать, где-то отойти, не мешать и так далее. Эта работа, она поддерживается. А если они у вас, работая в группах, создают что-то новое, вот как тут говорили, инновационный урок, каждый раз какой-то новый продукт, не каждый раз, а просто результатом работы в инновационном уроке является какой-то продукт. Вот если они у вас, работая совместно, создают что-то новое, то вот эту работу оценить можно. И для этого тогда, коллеги, я рекомендую всегда использовать модели оценивания, или еще называют их аналитические матрицы. По-английски это рубрик называется. То есть это такая таблица, в которой подробно описаны критерии, на основании которых будут описаны, выставляться отметка. И у каждого критерия есть описание. Все, все очень ясно и все понятно. И ученики видят, что, например, мы сейчас, допустим, совместно должны разработать плакат. Или мы анимацию создаем, или мы комикс сейчас создаем по этой учебной теме. У них есть критерии, и они понимают, на основании чего учитель будет этот комикс оценивать. Это важно обязательно делать, потому что иначе ученик скажет, ну вот комикс же создан, все в порядке. Почему вот ему 5, а мне, например, 4? Как так? А когда такие есть критерии, хорошо продуманные, то даже вопросов не возникает, ученики могут сами себя по этим критериям и оценить. Кстати, таким же образом можно и самооценивание тоже использовать. И смотреть, как в классе ребята умеют друг друга оценивать. Итак, Кристина пишет, не на каждом же уроке отметку должны ставить. Да, да, все верно. Так, а дескрипторы и критерии? Вот Сауля тут написала. Дескрипторы и критерии. Ага, хорошо. Теперь знаем, знаем, как называется. Итак, вот, друзья, вот смотрите. Знаете, это я сейчас все это долгое время говорила, в принципе, о том, как мы постепенно от традиционного урока переходим к уроку инновационному, просто задаваясь несколькими вопросами. А вот на той конференции в Тарту, о которой я уже вам упомянула, выступал спикер, и он сказал, что он профессор истории, и он сказал, что в принципе каждый педагог просто задается двумя вопросами для себя. Двумя вопросами. Коллеги, эти вопросы меняют наше педагогическое мышление. А если мы меняем наше педагогическое мышление, то за этим потом постепенно меняется то, какие задания мы выбираем, то, как мы работу организовываем, то, как мы помогаем нашим ученикам или не помогаем нашим ученикам и так далее. Два очень простых вопроса. Первое. Что я могу сделать, чтобы помочь конкретному ученику или конкретным ученикам в моем классе? Вот что лично я могу сделать, чтобы он, допустим, справился с этой домашней работой? Что лично я могу сделать, чтобы ему стало интересно на моем уроке? Вот лично от меня что зависит? А второй вопрос. Что мы можем сделать вместе с моими коллегами для того, чтобы помочь моим ученикам? Вот два вопроса, друзья. А не знаете, в чем меняют наше мышление? Если мы в классе видим, что, например, вот класс, допустим, пассивный или класс активный, или в классе есть детишки, у которых, я не знаю, что мне сейчас здесь придумать, у которых, например, гиперактивность или синдром дефицита внимания, то мы, как правило, понимаем, что мы не успеваем помочь этим детям. На уроке они не слушают, они не вовлекаются, они не справляются с домашней работой. Родители им тоже дома не помогают эту домашнюю работу выполнять, потому что некомпетентны в этом вопросе, не способны или не хотят, или все что угодно, там по разным причинам. Но сам факт, что вот такие вот дети в нашем классе есть. И мы, как правило, это для себя интерпретируем как, ну как же это неудобно, ну как же это неудобно мне, что у меня такие есть ученики. И тогда мы начинаем думать о том, что у нас нагрузка большая, у нас очень дел много, и нам помочь некому, и так далее. И мы в этих мыслях немножечко погрязаем, из-за этого мы расстраиваемся из-за домашней работы, из-за этого мы даже порой даём, знаете, немножко неадекватную даже домашнюю работу, домашнюю работу, которая не соответствует той цели, которой она должна соответствовать. Из-за этого мы на уроке работаем по-другому, мы разговариваем с нашими учениками по-другому, мы смотрим на них по-другому. Когда мы задаёмся вот совсем другим вопросом, когда мы понимаем, что у нас в классе есть вот таких 4, 4 каких-нибудь мальчика, трудноуправляемых, которые снесут весь класс, если их оставить тут одних, и мы подумаем о том, а что же, что же, что же мне сделать, посоветуемся с коллегами, с специалистами, которые в школе работают, и подумаем о том, как же можно вообще этим детям помочь, то вот только этот простой вопрос, друзья, ставит на совсем другое положение, и мы каким-то образом умудряемся через какое-то время эту работу действительно организовать на уроке так, что эти 4 мальчика вдруг на уроке начинают работать. Поэтому это важно, это то, что касается наших убеждений, это не какой-то, знаете, метод, вот хоп-хоп-хоп и сработало, а это действительно вот то, к чему мы сами просто постепенно-постепенно приходим. Вот, кстати, курс по перевёрнутому классу коллеги, который я здесь уже упомянула, он вот сейчас подходит у меня к концу, он такой получился у нас долгий, я даже сама не ожидала. Я знала, что он будет длительный, я понимала, что он не будет длиться месяц, это я точно знала, но он получился даже чуть больше того времени, которое я планировала сама на этот курс. И вот я его делала таким длительным специально для того, чтобы вот из урока в урок учитель постепенно менял свои убеждения, постепенно менял какие-то свои привычки, свои взгляды, своё отношение, потому что всё равно всё идёт с головы. Никакая новая программа, никакие новые стандарты, никакой новый подход, инновационный урок не внедрится до тех пор, пока он не внедрится в нашу голову. Вот вся инновация с нашей головы начинается. Мы тут инновационные, мы тут начинаем мыслить по-другому, мы не резко инновационные становимся, и это отображается потом непосредственно на нашей совместной работе с детьми. Друзья, непременно. Но если действительно возникает вопрос, а как, то всегда тогда я учителям рекомендую попробовать вот этот рабочий лист. Попробовать рабочий лист для того, чтобы посмотреть на свой класс, на свой ученик с другой стороны, с какой-то другой позицией, другими глазами, потому что от коллег, как онлайн, так и очно, с которыми мы работаем, я действительно получаю такую обратную связь, что я раньше не видела, оказывается, своих учеников. Я даже не знала, что этот ученик, например, такой. Мы действительно этих учеников начинаем видеть совсем по-другому. Но самое главное, коллеги, и у меня, правда, тут я смотрю свои ключевые слова, то, что я накидала, друзья, я тут ищу пунктов 6, которые вам не рассказала. Караул, я так долго здесь с вами общаюсь, и еще у меня есть пункты, которые я не рассказала. Но вот я сейчас, давайте, коротко, раз я начала говорить об этом рабочем листе, я вот коллеге коротко скажу про свой курс, секрет рабочего листа. И тогда могу еще поотвечать, сейчас посмотрю, комментарии были, поотвечать на ваши вопросы, и, может быть, тогда еще что-то скажу из тех пунктов, что у меня есть. Я вообще надеюсь, я вас не утомила. Друзья, мы с вами тут уже часик болтаем, вот это да, молодцы просто. Итак, друзья, здесь я вижу у меня среди тех, кто смотрит сейчас этот эфир, здесь есть люди, которые этот курс уже прошли. Вот если они хотят, они могут даже сами в комментариях написать. Но недавно учитель начальной школы, с которой мы работали очно, очно здесь в Эстонии, она сказала, что для нее было очень непривычно на уроке, когда вот дети получили этот учебный материал, вовлеклись, начали работать, для нее было непривычно оказаться в роли того, на кого больше класс не смотрит. Она сказала, я была в шоке, они во мне не нуждались. Они были настолько внутри вот своей группы, настолько внутри вот этой вот своей работы, они не замечали учителя, просто не замечали его. Но единственное, что такая деятельность, она должна стараться повторяться из урока в урок, более-менее. Почему? Потому что в ходе такой деятельности, друзья, как я и сказала, наши ученики, они постепенно приобретают осмысленность, и они эту тему для себя открывают по частям, потихонечку, по кусочкам. Если мы... Он, безусловно, занимает время, безусловно, но это потом все намерстывается, не переживайте. Если мы вот, допустим, два урока сделаем с использованием этого учебного материала и увидим действительно, что вот дети оказались удивительно активны, учителю приходилось лишь отвечать на их вопросы, они проявляли удивительную изобретательность, например, в том, чтобы что-то новое создать, новое придумать, свое собственное задание и так далее. И, например, на следующий урок, если мы сразу можем провести контроль, проведем контрольную работу, то мы результатами можем оказаться недовольны. Поэтому я все время рекомендую не контрольную проводить, а использовать инструменты обратной связи для того, чтобы для себя получить срез, увидеть, что ученики за этот урок уже точно разобрались, что еще осталось проблемным для того, чтобы на следующем уроке опять заниматься этой темой, только деятельность уже как-то по-другому организована. И только после того, как мы несколько таких срезов сделали, например, пликерс мы сделали, кахут мы делали, квизис мы делали, вот только после этого мы тогда уже можем переходить в контрольной работе по этой теме. Потому что такой процесс открытия постепенного познания, он всегда берет время, он не происходит за один урок. И на этом уроке мне вроде бы кажется, что я все-все-все разобралась, но мне нужно еще немножко времени для того, чтобы, вот, как бы, знаете, себя немножко проверить, для того, чтобы вот все пазлики у меня в этой теме сложились. Поэтому это такая немножко повторяющая деятельность должна быть. Итак, только что мне мои магистранты сказали, что, оказывается, существует такое приложение для смартфонов, которое позволяет в кахуте занимать первое место. Это приложение, оно автоматически выбирает, не знаю, каким образом оно работает, но оно автоматически выбирает правильный ответ, сразу же отвечает, в итоге человек набирает максимальное количество пунктов и занимает первое место. Вы представляете, кто придумал это? Кто придумал это приложение? Но я была в шоке. Вот мне сегодня рассказала об этом одна из магистранток. И она сказала, что по этой причине она перестала использовать кахут и перешла на другие сервисы. Она сказала, что она использует квизис сейчас в учебной работе, активно ей он нравится. Вторая коллега, которая сидела рядом, она сказала, вторая магистрантка, она сказала, что ее ученикам совершенно не нравится то, что кахут распределяет места, первое, второе, третье и так далее. Они очень болезненно на это реагируют, и поэтому она использует пликерс и ничто другое, только пликерс и все, потому что всю эту статистику видит она. Ученикам нет значения, какое первое место, второе и так далее, и так далее и тому подобное. Вот, вот как вам, как вам такая новость? Коллеги, что есть такое, оказывается, приложение. Я сама, честно скажу, не тестировала, не пробовала, даже не гуглила на эту тему. Кстати, погуглить можно было бы прямо сейчас. Но надо будет поисследовать. Так, я люблю кахут, но часть детей действительно очень переживает из-за мест. Да, да, вот, друзья, правда, вот если попадается такой класс, мне рассказывали учителя некоторые, что некоторые даже детишки начинают и плакать на уроке из-за этого. Нужно тогда брать другие инструменты. Они слишком серьезно, они слишком серьезно это воспринимают, и для них важно выиграть, очень важно выиграть. Мы-то можем воспринимать его как учебный инструмент, а они так хотят выиграть, что, конечно, это мешает им сосредоточиться, и потом они расстраиваются. Так, я тоже люблю пликерс. Вот, теперь я вижу ваши комментарии. Хорошее приложение. Так, визер почему-то перестал предоставлять отчет о выполнении рабочего листа. Вот, кстати, визер не заходила, друзья, в январе точно ни разу. Даже не могу, даже не могу, Вера, прокомментировать этот вопрос. Надо мне самой зайти и разобраться, посмотреть. Может быть, тогда смогу ответить на ваш вопрос. Так, Светлана пишет, там можно отключить подиум. Да, можно подиум отключить, там можно даже начисление баллов убрать, по-моему. Кстати, надо посмотреть, если, например, в Кахуте отключить начисление баллов, ведь он тогда, по идее, не будет выстраивать вот этот вот... Ну, вот опять, на эстонском, на русском, не знаю, как сказать, эту статистику, эту вот эту вот таблиточку он не будет тогда показывать, сортировать не будет. Так, да, что-то случилось, не видела много, нужно искать. Ага, так, да, можно. Вот, Светлана тоже пишет, да, можно. Да, это относительно Кахута. Ну, вот, друзья, инструментов много, просто нужно каждый действительно под свой класс. Нельзя сказать, что один работает идеально. Вот Юрий использует Кахут со своими студентами, и у него он на ура. Студенты счастливы. Юрий счастлив. И у него Кахут идет на ура, он даже не пробует ничего другого, потому что, ну, нет необходимости. Прекрасно срабатывает этот инструмент. Самое важное, коллеги, про то, как нам уходить от традиционного урока, я вам рассказала. То есть, первое, отталкиваемся от тех слов, которые характерны для традиционного урока, делаем все наоборот. Второе, задаемся вот двумя вопросами, чем я могу помочь, чем мы вместе с коллегами можем помочь нашим ученикам. Это для того, чтобы вот эти убеждения менять. А третье, это использовать какой-то вот соответствующий учебный материал. Это один из способов. Это один из способов. Вот почему я сказала, что я хвастаюсь все время этим своим курсом и вот этим вот, этим своим тренингом. Потому что он, даже вот если наши убеждения еще не поменялись, даже если нам еще трудно немножко понять, что же это значит другой подход, вот он позволяет этот подход реализовать на практике. Он просто его позволяет внедрить. А когда уже учитель это увидел и понял, тогда он уже дальше, и ему уже легче немножко свою работу тоже проектировать каким-то другим, инновационным, давайте назовем его так, способом. Просто полегче становится. Ты начинаешь понимать, как тогда ученики могут работать на уроке. И вот этот учебный материал, он просто помогает это реализовать. Он высвобождает учителя на уроке. Учитель свободен на уроке. Все, мне не нужно удерживать все внимание на себе. Я не передаю ничего никому, никакие знания, никакую истину не несу. Я свободна, и я действительно в роли того, кто поддерживает и направляет, а ученики у меня могут работать самостоятельно на уроке. Вот он просто позволяет эту ситуацию реализовать. Хотя ее можно реализовать многими-многими способами. Рабочий лист – это просто вот тот рабочий лист, которому я учу создавать. Он просто один из. Один из. Так, Вера, про визер, я поняла. Да. Так, Людмила спрашивает. Отличный серый скаход использован на уроках. Недавно играли даже через скайпе. Здорово. Я один раз сыграла в кахут через перископ. И когда я запускала самый-самый свой первый курс по оцениванию и обратной связи, я на вебинаре тоже использовала кахут. Но время тянулось долго. Я оставила две минуты, потому что у нас же разница в несколько секунд. Когда я задаю вопросы, когда этот вопрос увидят мои участники, время, если кто-то отвечал долго, тянулось прям ровно две минуты. У нас этот один кахут на восемь вопросов растянулся, по-моему, минут на двадцать. Но зато много за это время успели поболтать. Итак, все, друзья. Буду заканчивать. Всем пока-пока. Вот. Всем пока-пока из кабинета Юрия. Я сейчас в Таллинском университете. О, вот так свет хорошо падает. И сижу, и сижу в кабинете Юрия и вещаю с вами. Пока Юрий дома. Все. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»